Я с искренней любовью и уважением отношусь к планшетам iPad mini. И причина такой любви вполне очевидная. Именно iPad mini стал моим первым планшетным компьютером яблочной компании. Эх, как сейчас помню. Не то весна, не то зима, не то лето, не то осень, а в общем, встретился я как-то с мужичком, прямо у Макдональдса. Одал ему деньги, а взамен получил желанный на то время гаджет. Но время бежит, и компания Apple уже выпустила пять планшетов в рамках линейки mini. И тут появились новости о том, что совсем скоро нам могут показать шестой iPad mini. Сейчас все подробно расскажу, но перед началом рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, вы на канале Копипаста, у микрофона Антон, поехали! Источником, как и в случае с iPhone SE 3, выступил японский блог Makatakara. Ссылаясь на китайских поставщиков, авторы блога уверены, что Apple готовится выпустить обновленный iPad mini. Устройство получит увеличенный до 8,4 дюймов дисплей. Произойдет это за счет изменения размера рамок, они станут уже. Это подтверждает и другой, не менее авторитетный инсайдер, Минг Чи Куо. По его словам, диагональ дисплея будущего iPad mini будет увеличена по сравнению с предыдущими миниками. Вдобавок, была информация о том, что Apple готовится использовать мини-лед дисплей в iPad mini, но пока не сообщается, будет ли установлен дисплей такого типа в шестом поколении iPad mini, или Apple прибережет это для следующего поколения. А вот Face ID, увы, в планшет не добавит. И, по имеющимся данным, iPad mini шестого поколения сохранит и Touch ID в кнопке домой, и разъем Lightning. В целом, iPad mini 6 унаследует дизайн iPad Air третьего поколения. Увы, но ни о каких прямых гранях, как в iPad Pro, речь не идет. Дизайн будет привычным и проверенным временем. А вот начинкой, вероятнее всего, выступит 5-нанометровый процессор Apple A14. Ведь что ни говори, процессор в миниках всегда был флагманским и обеспечивал планшету за дел на долгое будущее. Всем любителям и ценителям маленьких планшетов сейчас предлагаю подготовиться. Ведь по сообщению портала The Verify, после выпуска первого гибкого смартфона Apple, компания может полностью отказаться от мини-версии планшета. Причиной станет тот факт, что складной iPhone будет по размерам сопоставим с iPad mini, а значит и необходимость в нем отпадает. В любом случае, до этого пока далеко. И я бы не спешил хранить планшеты линейки mini. Однако, все может быть. И к слову, если вы, не знаю по какой причине, но не смотрели наше последнее видео про гибкий iPhone, то советую это сделать, перейдя по всплывающей подсказке. А представить же новинку в марте этого года. Напомню, что iPad mini пятого поколения показали в марте 2019 года, то есть раз, два, два года назад, и покажут аппарат вероятнее всего без лишнего пафоса, просто обновив данные на официальном сайте. И знаете, о чем я подумал? Если вся информация, о которой сейчас щедро сообщает портал Макатакара, подтвердится, то весна порадует нас хорошим урожаем яблочных гаджетов, причем из доступного ценового сегмента. И это круто! А пользуетесь ли вы iPad'ами? Если да, то какими? У меня сейчас в пользовании самый доступный iPad 2017 года. И знаете, мне его хватает с головой для всех задач. Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. У микрофона по-прежнему был Антон, канал Копипаста. До связи!